так все все нормально вроде поперла да сейчас я подсвернусь тут ну рассказывай чё там как короче 1 1 раунд будет в плей-офф одновременно играться вот а потом все игры уже последовательно понял а то есть после первого уже вообще все подряд ну там сколько их останется 7 игр там же за 3 нет матч то есть 77 игр остается ну чё будем смотреть как вы получается говорить вот как там тиран этот готов не готов за вообще вчера очень удивлялись что он типа проиграл во втором группа он типа против покебани какого-то видел вообще короче как-то вот и раз в америке мне вообще не знакомые игроки ну короче пингвин который вот этот европейский он сказал что покебани хорошо играет там 6 300 ммр а примерно ой не покебани вот этот рейс рейс вот но я не знаю чем там играет у него в принципе по олегу лаку нет особо выдающихся результат так что не знаю чем там вообще я беседовал с чуваками они говорят что на американском сервере нет протасов по 30 типа там очень мало протасов в основном зерги и тираны и поэтому я думаю что тут у них проблемы с твп должны быть какие-то я смотрю что у них вообще как-то тиранов очень много в отличие от европы прям уровень да и причем ну как нормальный ну то есть в европе не знаю европе просто мало тиранов да нет чем сравнивать грубо говоря да понятно и термал сильнее вот смотри и термал сильнее но вот например фьючер вчера 20 чама прокатил то есть а фьючер он знаешь почему он у него мех очень сильно зерками то есть я смотрел несколько игры его из игры он реально как бы то есть там что-то говорили какой-то ммр у него там 5 чем-то там до 6 а он как бы катал там трус тру на равных играл ну бывает да значит такое ну да тиранов здесь много то есть пользуется популярностью раса вот вчера вообще жесткая там вот эта группа где масса был там лаки выиграл потом он короче проиграл против какого-то тесла блин и потом вылетел от этого же массы лаки вот это да удивительно что я даже паре стриме он вообще как бы масса с ним но ничего сделал там прям штормил четко как бы очень и все делал так неплохо как бы и грейтики а кто да кто такой тесла и вообще хз короче по сетке надо рейс выиграть вот этого а потом дальше наверно проб будет снова то есть но как сетку оцениваешь что мне кажется что ну до полуфинала прям так норм как бы сделали вроде как что тебе нормально и с ним вам раскинули с массой там джон с новыми всякими там этим но да 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 раскинули неплохо но я не знаю то есть саркрафт тут по разному можно играть можно проиграть особенно pvp с пробом если то есть там вроде кажется что он такой ватненький но какие-то у него страты такие ну непонятны то есть нечитаемые то есть я вчера играл я вообще не получил делает но я смог выиграть там на микроконтакте он удивительно вот той игре я все уже ну там ну все вердос отлетел не поспишь нифига придется десайдер стримить короче вот а он куда-то поломился вперед все его вообще не роба ничего не было как его то есть он ничего не раскачивала куда-то начал блинкаться вперед непонятно зачем как вот он конечно ничего особо там не потерял но тоже ну как бы странно но видишь я после первой волны я понял что ему пробок убил на нексусе и у него сейчас будет два выбора либо он меня пойдет пусть ли будет строить пробок то есть я сразу вышел на центр карты чтобы он не расслаблялся не строил пробок да то есть как бы вот и он как бы их и не строил особо потом уже когда начал строить я пришел с двумя имморталами к нему и выиграл ну грамотно на призму отконтрол именно блинк закантрил сейчас вот именно прикольно в лотве что да как бы если руки есть и призма да 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 но тут папа то есть папа так и выигрывает сейчас но просто я играл на корее там против всяких хира и там вообще билд не имеет значения против хира ты можешь контр-билд играть но есть но он тебя от контроль от просто например то есть есть также то есть то есть я вот это понял что этим и надо в основном ну на это раще и рассчитывать они надо какие-то там страты макро там это все херня то есть ну для pvp тут важно именно теперь и перекликать переблинкой там переконтролить оппонента и он вообще но сыпется любой там короче как то так нормально погода хорош что 13 градусов потеплела вот так я как-то рано ложусь спать и рано встаю в принципе но они не сильно плохо то есть я вот вчера лег в 9 вечера проснулся в 6 утра опять где-то в 630 сегодня так более-менее то есть не сказать что прям идеальный режим ну нормально в общем-то играть позволяет то есть такой режим нормально вот ну не знаю подспорим сюда сетка там уча мы в принципе фьючер опять тоже по сетке вдруг он ему проиграет так что кто знает надо надо стараться выигрывать потому что вдруг там можно будет как-то до финала дойти и там уже там уже не бед будет да да слушай но удачи все в любом случае вот ну как там вообще так вот помимо starcraft вопросов как там вообще филадельфия получается нью-йоркский мегаполис да как бы там один город получается как идет как но люди живут вообще что там происходит но тут мне кажется поспокойнее чем в нью-йорке гораздо то есть то такой более спокойный город такой более спальный я бы сказал много много спальных таунхаусов принципе особо не вижу офисов никаких вот то есть тут есть какой-то это как называется даунтаун там civic центр там несколько небоскребов стоит но в принципе город такой трехэтажный как бы то есть это не не похоже на нью-йорк вот но филадельфия не знаю мне кажется вопрос поспокойнее то есть вообще вот этот планерные криминала и всего тут по и полегче чем в нью-йорке вот ну ну как 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 обычно америка мне не особо часто игра нравится тут вот как они живут то есть все эти картонные дома все эти по райончики квадраты там знаешь типа я говорю что мне это не особо нравится такой подход то есть как бы все все живут кем там знаешь как я там общался там чуваки говорят там где-то на брайтон бич где-то там нью-йорке живут очень знакомые и они говорят что но мы вот живем на брайтон бич мы вообще типа в америке не бываем типа мы не выход не выезжаем там в нью-йорк никуда мы там живем типа вот на своем брайтон бич и все будет больше никуда типа оттуда не выходим не вылезаем я много про такое слышал что сам умудряются люди даже английский то не знать нормально где не жить да 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 это и короче своем национальности со своей как бы получил ассоции короче со своей ну как это как армяне в лос-анджелесе знаешь там тоже типа английский не знаю там армянский квартал есть большой на голливуде тоже самое нормально живут что там семьи там уже дети растут все хорошо там армянские школы стоят на армянском языке преподают то же самое то есть как бы здесь каждая национальность объединяется там в какой-то район и там короче все не вылезая живут короче не знаю мне мне это не очень нравится то есть помирить америка так и построена ведь на всей этой миграции как бы со всего мира и выкачки ресурсов из всего мира и людских и нелюдских получается вот а что слушай как место проведение ты рассказывал про компы там как бы да да там какой то что там выставочный комплекс или что вообще как я это ну просто в air house как в американский но знаешь такой ангарное помещение тут таких много как по америке но они для разных целей используются вот здесь как бы поставили компы отделили там комментаторскую рубку сцену еще что-то там там есть короче проектор на всю сцену есть просто такая типа сцена со стульчиками из большой плазмы там где-то 100 дюймов я не знаю вот мы не 100 дюймов но может 80 дюймов что-то такое вот и но тут то есть удобно смотрю смотреть зрителям тоже как бы ну компы до хорошие но не но не все прям идеальные есть чуть постаре где там года два модификация есть поновее но у всех зато хорошее кресло компы тоже достаточно мощные то есть мощнее чем на dreamhack и вообще хорошее место но тут же не только starcraft проводят тут еще кит турниры там по counter-strike что-то по еще каким-то я как раз и хотел спросить там ну несколько игр да получается идет как вот сейчас да да то есть но ничто не не сейчас сейчас идет а вот что starcraft одновременно ничего больше нет да тут компов не хватит на еще игры но вообще тут как бы проводится в течение года турниры там по разным играм так что принципе нормально а когда у тебя назад там билет вообще на какой день у меня завтра назад там что-то два часа дня примерно то есть спокойно ну да я там поеду еще еще я там взял пораньше автобус завтра там чтобы по нью-йорку погулять да да понятно ну короче нормальный турнир то есть я оцениваю хороший уровень то есть если если в следующем раз будет еще больше призовой но что вероятно то есть этот турнир как бы проводится два раза в год у них сейчас насколько я понимаю следующий будет летом наверное где-то там в конце лета то есть может быть я снова поехал бы сюда то есть на этот турнир ну да слушай дома что ты посмотрит кто сейчас стрим как бы тоже знаешь ли может десантик уже кто-нибудь захочет поехать там не знаю то что если по деньгам дешевле чем европа почему бы и нет к его получил в ряд дешево да достаточно то есть ну как бы у меня лейпциг дремка вот на следующей неделе он дороже вышел там тысяч на пять то есть адрес сколько там до германии 1000 км но вещь в европе с проживанием все плохо дорого там а здесь как бы вписаться можно очень бесплатно если постараться но на самом деле то есть тут есть такая тема как поуч серфинг и это как airbnb только ты бесплатно типа вселяешься зато ну типа ты должен поразвлекать чувака там ну типа пообщаться и так далее там типа типа народ зачем этим занимается типа кто живет там большой дом один там скучно они типа заселяют ну там типа пока ужинаешь там пообщался часок с чуваком и все типа на халяву можешь пожить у него там типа несколько дней вот то есть тут реально можно бесплатно жить перелет недорогой с другой стороны подумал что ну да и английский потренить знаешь заодно так можно там побазарить да у меня много знакомых как бы на коучшерфинге они короче несколько месяцев по америке путешествовали то есть вообще отлично говорят вот так что там еще есть хозяин хорошие могут типа обед поляну наложить все дела как бы то есть так что ну тут есть такие темы то есть можно про обузить чень про турик еще может быть я не знаю что про турик то спросить вот как бы если допустим предположим там с каким чем он будет встречаться или сапи зергами не знаю какие они силы сейчас к мучам неплохо вроде как у тебя как вообще 6 800 ммр на европе что нормально 6 800 суши это серьезно блин ну да я он вчера как бы отдавал карты проигрывал фьючером всяким я просто не понимаю как то есть у него 6 800 ммр причем он видно что кликает хорошо то есть как бы но я прям смотрю там игру стримят как бы там на плазме я вижу что он там постоянно все контролит нам везде разведку делает то есть непонятно как он там проигрывает да нет я думаю нормально с чем вам можно сыграть то есть я тренил по вазе ну не знаю ну как бы понимаешь то есть наланит все зависит еще от того как каждый игрок отыгрывать то есть например я вчера весь день до потом против проба такси стал играть и а может наоборот быть что против чем хорошо сыграю а чан наоборот такси начнет играйте как бы отлетит то есть ну тут такое вот когда играть уже не сильно большая разница в уровне то зависит именно от конкретной игры то есть как будет конкретная игра складывается но я бы готов бороться в принципе со всеми тут хоть даже с ним он поэтому поэтому будут тащить там то есть получается сейчас выйдешь и там уже сегодня посвободнее уже сразу компик занять сможешь да как бы там и погеймить немножко да я сейчас пойду позавтракаю тут зарядочку сделаю и пойду короче думаю часик по тренинце надеюсь и где-то в десять уже матча год то есть это в шесть по москве через полтора часа должны быть понял слушать что-то вчера мне даже интересно было ты гришь до европы там 90 до примерно пинг до их американских серверов какие там пинге вообще 15 там такой таких цифр и никогда не видел там 10-15 просто интересное стало что вот у меня до евро как бы я ну один раз видел 40 чем-то как бы в основном 60 как бы все время ну то есть не по на турниры получается на американском сервере да то есть турнир какой-то он играет на пятнашки посмотрел тут нью-йорк эре 15 получается да ист где-то 30 . до централ из ракет до веста где-то такой пинг удачи те общем-то доходи по разминаешься там в общем я сейчас побегаю так так тоже тогда уже в старках пойду может там следить чтобы пошел все удачи удачи артем давайте спешимся вы найти в батле так ну что ребят специально стопанул я получается этот как его фолочь чтобы с вердосом пообщаться в общем то чтобы запилить ну небольшой интервью что он сейчас пораньше выходит как бы не получится приплюсовать к другой записи зато я сейчас опять стоп старт сделаю и бы выложу сразу выложу эту интервью хук и посмотрите перед этим всем делом ну а кто сетку не видел сразу чтобы в конце да было понятно было ее блин наверно на фоне просто поставить а не skype вот гордо с рейзом пакбак покебани проби по моему как бы вот эти два тура проходимые для артема как бы вполне то есть до полуфинала и да и здесь тоже биться надо в принципе то есть настрой боевой у него удачи желаю и ждем короче 6 часов все как вы поняли в серу 16 одновременно а дальше все по очереди вообще будет все по очереди так что ждем короче вот сейчас переносу сюда стоп старт делаю и полоченька побегаем